Ну, давайте мы подождём, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них цап-царап. Посмотрим, вообще мы заинтересованы в этом сегодня или нет. Мы работаем над этим. Мы работаем и самостоятельно. И совсем не обязательно, это я пошутил, только сейчас раструбят на всё, на весь мир. Цап-царап махать, делать совсем не обязательно. А я поэтому поправляюсь. Пока весь цивилизованный мир развивается и обменивается опытом и знаниями со странами-партнёрами, Россия благодаря своей кровожадной внешней политике всё больше погружается в изоляцию. В частности, технологическую. После полномасштабного вторжения в Украину контакты с государством-террористом ограничивают даже Китай, который в марте 2022 сократил экспорт своих технологий в Россию вдвое. Это произошло сразу после введения санкций американским правительством, акцентирует министрка торговли США Джина Раймондо. В условиях всемирной блокады Путин не придумал ничего лучше, кроме как обратиться к обычной практике СССР и поручить разведке добыть иностранные технологии. Проще говоря, украсть. Как происходил промышленный шпионаж в Советском Союзе? Как Россия планирует проворачивать мошеннические схемы сейчас? И главное, дадут ли потуги желаемые результаты? Заимствование западных технологий в СССР никогда не считалось чем-то крамольным. Достаточно того факта, что значительная доля советских заводов, которые строились при Сталине, были разработаны по лекалам из-за рубежа. Одна только фирма американского архитектора Альберта Кана контролировала в СССР строительство около 600 промышленных объектов под вывеской специально созданного отреста Госпроект Строй. Западные специалисты делились опытом с советскими. В частности, обучали методу конвейерного проектирования. Хваленого советского автопрома без доступа к иностранным технологиям тоже могло бы не быть. Советские марки автомобилей ГАЗ, ВАЗ, Москвич – это лицензионные копии западных машин или плоды совместного производства с Форд, Дженерал Моторс, Фиат и другими автоконцернами. Однако с ужесточением холодной войны по мере нарастания гонки вооружений между Союзом и капиталистическими странами, получение технологий легальными способами, сменилось практикой промышленного шпионажа. Над одной из самых известных секретных операций по похищению западных технологий, под кодовым названием Брунгильда, советская разведка работала с конца 50-х годов. Проводить ее помогали агенты тайной полиции Германской Демократической Республики Штази. Уже в 1965-м Союз представил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет под названием Ту-144. Фактически копию англо-французского самолета «Конкорд». Страны Запада тогда обвинили СССР в краже чертежей летательного аппарата. Советские же конструкторы традиционно все отрицали. Ту-144 далеко не единственный пример присвоения и переработки иностранных технологий в СССР. Ярким примером служат копии единиц западной военной техники. Такими технологиями страны-капиталисты не делились вовсе, по понятным причинам. Таким образом, советский бомбардировщик Ту-4, созданный в 1949 году, почти точная копия американского стратегического бомбардировщика Boeing B-29. Американские наработки использовались и при сборке советского танка Т-34, который начали выпускать в начале 40-х годов прошлого века. Советский пистолет ТТ и внешний конструктивно очень похож на Браунинг 1903, адаптированный под патрон другого калибра. Кроме военной техники, иностранные технологии Запада использовались в СССР и при производстве бытовых приборов – пылесосов, утюгов, магнитофонов. Так, в 80-е годы промышленный шпионаж в СССР набрал таких масштабов, что им занимали сразу несколько подразделений КГБ, говорят эксперты. Я пришел в органы в 1982 году, и после, так сказать, короткого обучения пришел на работу в районный отдел. И вот одной из моих задач, моих, каждого сотрудника, было не пропускать, если вдруг какие-то люди, связанные с технологиями Запада, ученые, инженеры, конструкторы и так далее. Если вдруг они что-то могут царап, царап, если они могут получить, если они могут договориться, надо это использовать. Тогда, когда я пришел, уже был введен режим санкций в связи с афганской войной. И уже тогда Советский Союз испытывал серьезные технологические трудности в новых изобретениях и так далее и тому подобное. И вот каждый сотрудник был обязан, в случае чего, эти данные, эту информацию передавать в центр. Помимо этого, в контрразведке было создано управление РТ, разведка с территорией. В задачи этой разведки входило как раз получение информации, обретение источников среди технологов, среди инженеров на Западе, если есть возможность, за какие-то деньги, чтобы они нам передавали технологические секреты. Помимо этого, было специально создано подразделение в разведке, управление по краже технологических секретов. Использование компьютерных программ шпионов – вербовка и подкуп тех, кто имел доступ к заветным тайным знаниям. Подслушивающее устройство. Использование спутников. Еще во времена СССР все это уже активно использовалось для получения западных технологий. Но не всегда действия советской разведки сводились к краже. Существовал также и более хитрый подход. А именно передача технологий через третьи страны во избежание последствий. Ну, например, какая-то поставка идет в какую-то, допустим, дружественную нам или полудружественную страну в Аргентину, в Бразилию, или в какую-нибудь там Никерию, ну, неважно куда, да, в Пакистан, предположим. А у нас там есть позиции. И вот задачей была оттуда эта технология стырить. Документацию, либо изделия. Вот я помню, там ставили задачи по микрочипам, по компьютерным платам и так далее. Все это ставило задачи, как их грамотно, не подставляясь под скандалы, стырить на Западе и ввести в страну. Примерно те же схемы и инструменты советского шпионажа Россия будет пытаться воссоздать и сейчас в попытке заполучить западные технологии, на экспорт которых наложили эмбарго из-за санкций, говорят эксперты. Вернее, сейчас у представителей спецслужб добавятся работы. Ведь попытки украсть чужое в РФ никогда и не прекращались. Даже российское законодательство и то подгоняли под пиратские схемы. В 2018 году в ответ на экономические санкции США депутаты Российской Госдумы предложили ввести норму о так называемом исчерпании исключительного права на товарный знак компании из недружественных стран. Таким образом, чиновники хотели дать зеленый свет на производство американских товаров без разрешения правообладателей. Тогда законопроект завернули. Кто знает, возможно сейчас РФ вспомнит об инициативе, чтобы иметь дополнительный аргумент, как развязать себе руки. Что касается норм международного права, здесь, как ни странно, все запутано. Факт воровства непросто доказать, говорят эксперты. Поскольку законодательство разных стран не предусматривает процедуры, благодаря которой можно выявить, кто был первым в разработке ноу-хау и не пришла ли гениальная идея двум сторонам конфликта одновременно. С Россией в таком случае взятки гладки. Все сводится к тому, что если у вас украли, значит сами виноваты, плохо охраняли. Это не в чистом виде краж, там украл кого-то машину, угнал и попался на посту ГАИ. И вот используя вот эти сложности юриспруденции западных стран, российская разведка, контрразведка, я думаю, что ГРУ очень в этом активно участвует. Поворуются секреты, там двойные технологии. Наверняка идет, поставлены такие задачи перед научным центром, перед научным сообществом российским. Там тоже есть наверняка агенты свои, так сказать, влияния и так далее, которые могут получать эти секреты в ходе совместных научных исследований, разработок и прочее, прочее. Говоря о промышленном шпионаже, в России дело не столько в проблематичности похищения современных высоких технологий, сколько в трудности их реализации, говорят эксперты. Допустим, Россия нашла способ, как переправить к себе чипы из Тайваня, страны лидера по производству и поставкам чипов и микросхем, необходимых не только для бытовой техники и гаджетов, но и военной промышленности. Допустим, удалось добыть определенное количество импортных комплектующих, без которых не произвести ни нормального автомобиля, ни высокоточного оружия. И на этом, пожалуй, все, говорят эксперты. Добыть части чего-либо реально. Но в России нет независимых предприятий, на которых весь этот конструктор можно собирать и производить. Россия сейчас не производит собственных средств производства. Она покупает готовые производственные линии. И перед тем, как пугать мир тем, что Россия наворует технологии, Россия просто должна сначала объяснить, на каких производственных линиях она это будет производить. Средства производства современные, они, как и бытовая техника, они же идентифицируются. Программное обеспечение идентифицирует и не только сам станок, но и место расположения, где он сейчас находится. Вот эти заявы Путина о том, что они будут воровать технологии, Это отсылка к советскому прошлому, на котором строят всю идеологию вот эти патрушевые Путина и ежеподобные, медведевые. Сам Путин ведь не пользуется компьютером. Он не имеет ни малейшего представления, как работают цифровые технологии. Так, в отличие от Советского Союза, где, между прочим, также не удалось применить украденные технологии в полной мере, Россия на самом деле еще более импортозависимая страна. По оценке Российской высшей школы экономики, за последние 20 лет экономические расходы государства на закупки иностранных технологических решений выросли в 12 раз и достигли около 5 миллиардов долларов. Да, этого агрессор, конечно, не учел, когда развязывал полномасштабную захватническую войну против суверенного государства. Что ж, самое время наглядно продемонстрировать мощь отечественного импортозамещения, которым Путин регулярно успокаивает население. Но не тут-то было. Программа импортозамещения на деле оказалась всего лишь способом отмывания госсредств. Куда ни глянь, и чудеса отечественного ракетостроения, и автопром, и авиастроение – все это держалось на импорте. Всего лишь один пример того, что история Россию ничему не научила. На Дальнем Востоке во время Второй мировой войны приземлился самолет Б-17, бомбардировщик, который Сталин не вернул американцам. И советские шарашки разобрали этот самолет на запчасти, скопировали каждую запчасть и создали, по-моему, самолет Ил-4. Только он оказался на 2 тонны тяжелее от аналога. Россия гордо рассказывала о сухом джете и рассказывала о том, что она производит оригинальное собственное крыло. Только она забыла сообщить, что композитные материалы на производство этого крыла все-таки поставляла Америка. И сейчас нет этих композитных материалов. Ну, воссоздать или скопировать эти композитные материалы Россия не может. Как бы то ни было, команда ФАС уже поступила. А значит, наращивать промышленный шпионаж все равно будут. Россия предпочитает, на мой взгляд, покупать уже готовые изделия современной технологии, нежели пытаться вот здесь довести до ума какие-то технологии. Поскольку для того, чтобы довести до ума изобретение, нужна система. А в России система враждебна. Новая технология, она вообще враждебна экономике, враждебна бизнесу. И поэтому мы можем скачать все секреты, но они никогда не будут... Или с огромной задержкой во времени будут реализованы в России по дорогой цене и не того качества. Но будет ли толк от кражи иностранных технологий? Не так давно, в 2020 году, западные ученые обвинили российских хакеров в краже формулы векторной вакцины от коронавируса шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca, которую РФ позже преобразовала в спутник Ви, свою первую антиковидную вакцину. Однако, в отличие от британского препарата, российские так и не одобрили в мире. Заработать на поставках ДОС в цивилизованные страны не удалось. Эксперты говорят, примерно то же самое будет происходить и сейчас в попытке применить высокие технологии Запада на российских мощностях силами местных умельцев. Даже если Россия сможет что-то скопировать, то она не сможет это продать на внешних рынках. По цене любая продукция российская, она имеет температурную наценку. В какой зоне размещены российские производства? В зоне холода. Там только максимум полгода можно содержать помещение без отопления. А вот эта наценка на отопление делает любую российскую продукцию, кроме вооружения, просто неконкурентоспособной. Но вооружение сейчас технологически отсталое. Подытоживая шпионить, тем более в условиях санкции и жесткого контроля за их соблюдением, дорого, муторно, опасно с правовой точки зрения и, главное, убыточно. Но если мы возьмем потери за 100% новых технологий доступа, ну, может быть, 10-12% компенсировать удастся за счет организации системных краш технологий, технологических изделий. Может быть. Не все можно скачать, не все можно проникнуть, не все можно купить. Ну, как вы можете купить какую-нибудь там атомную турбину? Ну, не купить его просто так и там отслеживаться со страшной силой. Ну, невозможно взять и привезти какой-нибудь там огромный там двигатель, который производится какой-нибудь там компанией, снимется только ей, ну, условно говоря, двумя-тремя компаниями. То есть часть изделий невозможно получить, поскольку они под контролем, очень жесткий контроль. Есть противодействия контрразведки, полицейские действия, юридические службы, патентные и так далее. Там есть противодействия хакерам. Государство, которое выбирает жить прошлым, заимствуя самые темные его страницы и неудачные опыты, не способно двигаться дальше, развиваться и процветать. Говоря о промышленном шпионаже, какое-то время Россия, конечно, сможет протянуть на воровстве. Говорят эксперты, как и СССР. Однако плохо освоенные разработки Запада не помогли Совку наладить экономику и выйти из кризиса. Не помогут и сейчас.